Добрый вечер! У нас сегодня в гостях Гани Абдрасилов, экс-советник, премьер-министр по вопросам экономики, да? Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию. Сейчас век электроники, все онлайн делается и как вот в этом отношении экономика, как вы думаете, должна была бы, на каком уровне должна была бы быть? Ну, во-первых, маленькая страна, она более подвижна, она более может оперативно решать многие вопросы, нежели большие в России, условно говоря, или у нас. У нас это должно быть быстрее. И потом, по многим показателям, я много лет все-таки в правительстве работал, сам автор многих законов, не многих, но некоторых законов и массы подзаконных актов. У нас намного проще и быстрее можно реализовать любую идею в сфере экономики. Я буду касаться только экономики. Остальные там социальные и прочее, это как бы не моя епархия. Поэтому, мне кажется, и потом сегодня президент вместе с премьером, они собрали очень такую мощную группу специалистов, особенно айтишников, особенно высоких технологий, вокруг себя. Ну, такие как вот Исанов, я вот его часто читаю, его выступления, очень такой напористый, очень целеустремленный человек, там начальник какого-то управления правительства. Я с ним не знаком, тут я не собираюсь лоббировать или там хвалить кого-то. Но я просто отслеживаю ежедневно текущую ситуацию, как у нас в правительстве, так и в других странах. Особенно у наших соседей России, Казахстан, Узбекистан и так далее. Поэтому нам, конечно, я думаю, что мы сейчас во многих вопросах в этой сфере мы идем впереди. А еще тут, как говорят, не было бы счастья, да не счастье подобное. То есть начало СВО на Украине подтолкнуло к тому, что в Киргизстан прибыло очень огромное количество молодых людей, которые именно особенно в сфере высоких технологий, особенно в сфере цифровизации, там, IT-технологии и так далее, которые теперь здесь уже начали адаптироваться. На днях смотрел передачу один из россиян, молодой парень, пять признаков, почему в Киргизстане намного лучше, чем у него в России. Вот выступал, да. И таких выступлений много. Вот если послушаешь, я не буду полностью пересказывать то, что этот россиянин сказал парень, но действительно, все, что я слушал его, я критически слушал его. Думаю, с какой стати ты, Киргизстан, расхвалил? А он те вещи говорил, которые мы, живя здесь, просто не замечаем. И считаем это само собой. И то, что там этот, как его, он со стороны, нам рассказывает, насколько прекрасно жить в нашей экономике. Ну вот я как бы, и я думаю, что вот это огромное количество, больше сотни тысяч приехало россиян сюда, они тоже вольются в эту, как бы, в общую сферу для продвижения нашей экономики. И вот электронные, например, что можно делать в электронном виде? Международные, не такое вот, внутри там эти документы обороты, это само собой. Нет, это вы говорите само собой. А буквально несколько лет назад, чтобы получить паспорт, вы бегали бы там две-три недели по паспортным столам, там справки собирали бы, еще чего-то. А сейчас, пожалуйста, пойди в ЦОН, подай заявку, через час-два ты получишь документы. Это нормально. И вот видите, вы говорите, это не считается. Нет, это считается. И этот человек, кстати, об этом тоже сказал, что в Кыргызстане намного проще, как бы, решать вопросы, минуя волокиту. Контакты вот эти между чиновниками. Но на ваш вопрос я хочу сказать, что да, век, в 21 веке, век цифровизации, я последние, там, 19, 20, 21, был советником председателя комитета по недропользованию промышленности и энергетики. И там у меня родилась идея, когда я столкнулся с этими, со всеми процедурами, особенно по тендерам на выдачу лицензий. Вы знаете, это анахронизм какой-то. Там есть закон. А вы хвалите. Там раз, нет, я хвалю, потому что то, что я потом предложил, ни у кого в СНГ нету. Понимаете? Дело в том, что ведь, если государственный орган по недропользованию взял бы на себя инициативу, то, что я хотел, как советник, я предлагал предыдущим двум министрам, председателям комитета, они со мной согласились, поддержали и так далее. Но там началась внутри возня, уже на среднем уровне. И как бы, пока мы не ушли, и два этих предыдущих, и я этот вопрос так и заволокитили. Потому что появились какие-то меркантильные интересы другие. А смысл-то в чем? Значит, на территории республики, вместо того, чтобы собирать по действующему законодательству эти комиссии, которые должны приехать с разных концов республики для проведения одного тендера, лицензии, но выставить, чтобы тендер выставить и получить лицензию на какое-то там месторождение. Особенно республиканского значения. Там же месторождение делится на республиканские, на местные. Но я не буду в это вдаваться, это целую лекцию тогда вам прочитаю по этому поводу. А я имею в виду, вот крупные месторождения, которые имеют общее республиканское значение, их выставлять на электронной площадке аукционной. Понимаете? То есть создать программу, которая бы предусматривала выдачу, проведение тендера и выдачу лицензии именно в электронном виде. То есть это бы способствовало чему? Я до нашей передачи показывал вам карту республики. Вы видели, насколько Киргизстан богатейшая страна по природным ресурсам. Абсолютно четкая карта, геологическая карта, со всеми обозначениями, по каждой области и так далее. То есть мы, ну я как бы пример приведу, я больше всего, меня интересуют, конечно, золоторудные месторождения. По запасам, по количеству месторождений и запасам, и прогнозам. Я на передаче, прошу позже перезвонить. Твоё, отключить надо. По запасам золоторудных месторождений и рудопроявлений, это разные вещи, месторождения, рудопроявлений, мы находимся, на душу населения, по запасам, мы находимся на первом месте в СНГ. На первом месте? На первом месте, да. Среди всех, да, известных, как бы это. Вот, поэтому мы ходим по золоту. У нас 2200 золоторудных месторождений и рудопроявлений. Из них осваивается на слуху у людей, там, Кумтор, Джеруй, там, ну, среди геологов, там, Талдебулак Левобережный, там, Тогалок, там, Крутигерек, ну и так далее. То есть всего несколько месторождений, которые на слуху. А почему мы остальные не разбираем? Почему мы остальные не добываем? Но тут возникает другой вопрос. Даже если, вот если даже мы создадим электронную площадку, появятся инвесторы, там, и так далее. Это такой долгий процесс, вернее, интересный процесс, о котором я могу говорить, там, минимум два часа, как это должно происходить. Я просто эту процедуру всю расписал. И знаю это. И хотелось бы, чтобы у нас вот руководство республики все-таки восприняло эту информацию и подумало, как ее реализовать. Там начало уже есть, понимаете, основа уже есть. Ее надо просто продолжить и тогда к нам потом бы потянулись и казахские представители Казахстана, и Узбекистана, и России, и так далее. Со своими предложениями, чтобы их месторождение мы тоже выставляли. То есть международную сделать площадку? Международная, получается, площадка. Должна быть, но не надо сразу замахиваться, надо хотя бы сделать свою собственную. А у них нет такого? У них нет, в СНГ ни у кого нет. Я же уже сказал об этом. Нет ни у кого. Понимаете? Вот ведь в чем дело. И почему никто не реализует? Да, это очень сложно будет, это как его программное обеспечение. Это процесс надо полностью переучивать. Это надо людей переучивать и так далее. Но эта игра стоит свеч. Вот в чем дело. Это очень интересно. Это вот, ну, к сожалению, я же говорю, я ушел. Эти два председателя предыдущих тоже уволились. Ну, вернее, их уволили. Их ушли. Да, их ушли. И в итоге этот процесс заморожен. Я не скажу, он там... Я после этого не интересовался даже, насколько это... Кто-то занимался этим. Хотя в геологии есть целый отдел по IT-технологиям. Ну, может быть, уже что-то делается. Может быть, но я сомневаюсь. Я бы знал об этом, если честно. Все-таки там у меня много моих коллег, друзей, там. И я общаюсь. Ну, как-то в последнее время, я последний год не интересовался. У меня появились собственные задачи. Ну, общая тенденция к этому идет. Да, она должна быть. И весь вопрос. Так же, как и вот в 94-м году. Вот вчера передача была. Там какой-то человек, Мусаев Марат, кажется. Он выступал и говорил о том, что пора бы, может быть, подумать и создать в Кыргызстане международный финансовый центр. То, о чем я докладывал, писал, докладывал и так далее в 94-м году. То есть, сделать Кыргызстан международным финансовым транзитным центром. А опирался я тогда, в начале 90-х, именно на опыт западных стран, на опыт других стран, не только западных. Ну, для примера могу сказать, что, допустим, Соединенные Штаты, основной весь товарооборот с Европой, проводили расчеты финансовые через Нидерланды. Почему через Нидерланды, спрашивается? Маленькая вот такая страна. А потому что через Люксембург, Нидерланды, Кипр. Да, система налогообложения, вообще фискальная сама система у них была на высоком уровне. То есть, бизнесу было очень выгодно, особенно транснациональным компаниям мировым, проводить свои трансакции финансовые через вот такие вот финансовые центры. Это Люксембург, на востоке это Сингапур, Гонконг, Нидерланды, Кипр и так далее. И у меня возникла идея тогда. Но так как до этого мы с бывшим покойным замруководителем администрации президента Богатого готовили закон о свободных экономических зонах, а это что-то подобие, только для нашей республики. Он теперь в основе как раз наш труд 93-го года. А в 94-м, я думаю, а почему нам не сделать международным центром вообще весь Кыргызстан? То есть, Россия торгует с Китаем, предположим, условно говоря, а финансовые расчеты в Бишкеке? Нам останется 2-3% или даже 1% от общей суммы сделки, от товарооборота. Это колоссальные деньги, это когда через тебя проходят гиганты транснациональные, там государства и так далее. К Кыргызстану остается, причем там условия очень интересные были. В начале 90-х годов у нас проблема безработицы была, это раз. Мы жили очень тяжело тогда. А этот закон, который я предлагал тогда сделать, это целый большой пакет закона. Он предполагал местного директора обязательные условия. Это так же, как на Кипре точно так же, в Гонконге точно так же, или местную секретарскую компанию и так далее. То есть, при условии, да, но эта же регистрация должна происходить была только между нерезидентами Кыргызстана. А нерезидент это тот, который не участвует в торговой или финансовой операции здесь, да. А он через нас только проводит платежи. Вот смысл в этом нерезидент. Понимаете? И мы могли бы иметь, вот просто с неба, могли бы иметь колоссальные доходы. И вот вчера этот человек выступает и говорит, пора бы. А я тогда даже вынес вопрос на Совет Безопасности через там секретаря соубъезда. Но меня посчитали тогда за дурочка. Да, просто серьезно никто не воспринял. Конечно, любая идея, она должна созреть, она должна в умах, особенно у руководителей. Но тогда все были в эйфории от своей независимости, шел полнейший дележ госсобственности. И, конечно, мое предложение на меня посмотрели, как на сумасшедшего. И эти бумаги у меня до сих пор дома лежат, 30 лет назад, которые я писал. Ну а сейчас они какие вот, вот эти транзакции через кого делают, например, Россия, Китай? Между собой, сами. Сами. Сами делают. А зачем промежуточное зеленое? А тогда не было такого, понимаете? Тогда мы могли через себя пропускать. Мы бы тогда подписывали соглашение о ликвидации двойного налогообложения, Тарас. То есть, россиянину выгоднее было бы экономически. Он меньше бы платил, если бы через нас платил. В связи с налогами, да? В связи с налогами. Он в России бы не платил налоги. Он платил бы нам. Понимаете? И все. Во всем нужно всегда смотреть, кому это выгодно. Вот нам было выгодно. России эти. Международному бизнесу было выгодно в то время. Сегодня есть уже десятки. Вот я тогда еще, кстати, все время предупреждал, что если мы не будем первые, первым станет Алмата. Тогда еще Астаны не было в 1994 году. Что Алмата станет международным крупным финансом. А у них все предпосылки были. Ну, казахи тогда тоже жили очень бедные. Они могли тоже такое же сделать. И они сделали, но только уже в Астане. В Астане сегодня функционирует международный финансовый центр, работающий по английскому праву. Поэтому сегодня в Кыргызстане, я не знаю, насколько это актуально, скажем так. Насколько это выгодно. Поэтому этот вопрос, ну, просто я к чему рассказываю? Что мы опоздали на 30 лет, на 20 лет и так далее. Ну, может быть, даже предложили бы, позволили бы другие страны, чтобы в Кыргызстане это все началось? Не знаю. Знаете, очень сложно сказать. Очень сложно. Вдруг кто-то появляется, никому неизвестно, и говорит, давайте все делать через меня. Может быть, и не позволили бы. Нет, может быть, может быть. Тем более мы сейчас находимся в таком мире, когда идет вот эта борьба за однополярный, многополярный мир и так далее. И сейчас очень сложно Кыргызстану ориентироваться именно в таких финансовых вопросах. Поэтому я думаю, что вот сейчас как раз нам надо воздержаться от этого, чтобы не обидеть либо Россию с Китаем, либо коллективный Запад и так далее. Иначе на нас наложат или те, или другие лапу наложат в виде санкций и прихлопнут нас. Вот и все. Поэтому, мне кажется, сейчас надо быть в этом очень осторожным. А вот нам надо решать, мне кажется, наши внутренние проблемы. Какие? Вот в частности, опять я вернусь к теме недропользования. Вот у нас сегодня в сфере недропользования существует закон о разделе продукции, называется. Мы его готовили, я был участником этой экспертной группы, но я был категорически против этого закона. А в единственном числе. Там участвовали, я не буду называть, а это очень известные сегодня фамилии в этой экспертной группе. В то время мы все равны были. А то на меня они просто обидятся, скажут, гони там поливает, нас сидит. Дело в том, что закон о разделе продукции в 2002 году взяли за основу российский и казахский. И предложили киргизский вариант. Но дело в том, что закон о разделе продукции был принят в Казахстане в начале 90-х. И в России в начале, тоже в начале 90-х. Казахстан это по Тенгизу, по Каспийскому, там это по нефтегазу. А в России Шельф-2 назывался этот, Сахалин. И там предоставили право иностранным компаниям, в основном американским, работать по этому закону о разделе продукции. Но! Есть одно самое главное фундаментальное но, против которого я и был против. Дело в том, что инвестор начинал делить какие-то пропорции, подписывать соглашения с государством, и делить продукцию получаемую, ну нефть, газ или еще что-то, в пропорции, только после компенсации своих затрат. Сначала он все окупает, а потом начинается... Да, но вы извините, есть тысяча способов не показывать... То, что с кумптором случилось. Вот-вот, наглядный пример. То, что с кумптором. Поэтому нужно делать так. Если ты подписываешь соглашение, я тогда еще говорил, то инвестор должен делиться с государством с первой товарной продукцией. Только вот добыл он что-то там, нефть, газ, золото или что, он сразу должен по соглашению сразу с государством делиться. Не ждать, когда он окупит. Да, мы его освободим от налогов, мы его, так сказать, создадим ему все условия и так далее. Вот, допустим, на 10 лет он будет работать, добывать золото. Первый год мы ему там 10%, он пусть государство даст. Второй год 15% и с нарастающей там, ну условно, до 50%. А в конце мы ему снова дадим льготы, потому что нужно делать рекультивацию. И это большие затраты. Но это, я просто не хочу в детали вникать. Вот подобный, я тогда был против. Но, к сожалению, его приняли. И что вы думаете? Да, кстати, Путин в 2004 году отменил этот закон. С трудом, с большим трудом отменил. То есть, американцы больше 10 лет кормились за счет сахалинской нефти. Путин отменил. Молодец. Вот, казахи так и не отменили. Назарбаев пока не ушел, до сих пор он действует, этот закон. Понимаете, это суперкоррупционный закон. То есть, я буду добывать, продавать и буду показывать, что у меня убытки 20 лет, 30 лет и так далее. Ну, какой смысл? Поэтому, я исходя из этого, да, хотел сказать. Мы в 2004, 14 апреля подписали этот закон. Джо Аркиниш принял. За эти 20 лет мы ни одно соглашение не подписали. Ни одного соглашения не подписали. Ни с одним инвестором. Именно в соответствии с этим законом. А как они на основе чего работают? Кто? Они работают, закон о недрах, по налоговому кодексу, по таможенному. То есть, каждый раз дается индивидуальные преференции какие-то. Правительством, Джо Аркинишем или еще кем-то и так далее. Но никто не обращается к этому. Во-первых, про него забыли вообще. Я был тогда против. Но, исходя из этого, когда был советником в комитете по недропользованию, я за это время понял, что нужно сделать. Чтобы привлечь к нам, я вам карту показывал, мы богатейшая страна. Почему мы не можем, чтобы здесь кишело от инвесторов? А их не будет, потому что мы сейчас приняли такие драконовские законы, что обязательно 30% государства, ни с того ни с сего. Я инвестор, я должен 30% государств дать. А что ты дашь мне за эти 30%? Ничего. Приняли там это постановление о ставке земельного налога, сумасшедшие ставки. Ну, кто же к нам придет после этого? Естественно. Поэтому, вот я разработал вот этот вот проект закона о разделе продукции. Новый. Новый, да. В 21-м году, 22-м. Или добавляю, старый назывался закон о разделе продукции в сфере недропользования. Я же добавил, почему? Закон о разделе продукции или его добавочной стоимости, или его товарной стоимости в сфере недропользования. В чем разница? Значит, старый закон предусматривал раздел продукции в натуре. Понимаете? Но не в товарной стоимости. Разницу почувствовали? То есть, если золото забывает, то какой-то часть? То натуральную часть, натуральную часть, дать государство. Да. А зачем мне? Ну, хорошо, завтра, допустим, уголь добываем. Мне уголь-то зачем? Или зачем мне марганец, или зачем мне глина, я не знаю, еще тысячи наименований. А вот его товарная стоимость, она... Любой продукт, который добывается из недр, он имеет какую-то стоимость. Какую-то товарную стоимость. Ну, там, как определять по биржевым и так далее, и так далее. Поэтому, вот, кому бы мы не давали лицензию на добычу, неважно на какой вид товарной продукции, государство должно заключить договор на товарную стоимость, не на продукцию. Да, я понимаю, золото востребовано, предположим. Но это единственный продукт, который нужен, который котируется на рынке. А, допустим, завтра я там буду добывать металл какой-нибудь. Я что, его склады буду, складировать его буду. Зачем он мне... Пусть инвестор сам продает, но как только он продал по биржевой цене, по биржевой именно, не по той, которой он придумает цену. На день продажи должна быть биржевая цена на него. Вот из нее он долю должен отдать в виде денег, в виде финансов. Отдать государству, раз. Отдать жителям этого Айлукмата, где он живет, где он добывает. Самому Айлукмату должен дать. Акемиату выделить. Это все на социальные, так сказать, платежи. Госкомитету или Министерству геологии на восстановление минеральной сырьевой базы и материальное поощрение обязательно должен дать. И большую часть должен отдать в бюджет государства. И у него остается там... Ну, допустим, первый год он заплатит 20%. Все вот эти платежи, они небольшие, все платежи. Ему 80% остается. Почему первый год? Первый год у него будет мало. Это только запуск начинается, только и так далее. Второй год он уже будет платить не 20%, а уже 25-30% общей затратой будет. И с нарастающей таким образом. Понимаете, вот это как раз, я думаю, это наиболее справедливая форма распределения природных ресурсов республики. И она будет привлекательна. Да, мы его освобождаем от всех нам налогов, каких-то ненужных платежей, плюс какого-то контроля. Ну, в законе все у меня расписано. Что нужно, что не нужно, что отменить. Какие внести изменения в закон о недрах, какие изменения в налоговые, в таможенные. Я просто как профессионал уже говорю. Вот, я писал ни один закон, ни одно постановление. Поэтому я знаю, что нужно, целый пакет этот. Ну, для этого нужно, либо я должен быть упертым, вот я лично, Абдрасилов, и невзирая ни на что его дальше писать и там, и так далее. Либо мне нужна какая-то, ну, как бы моральная поддержка. Я же не прошу ни у кого, ни денег, ничего. Оно мне не надо. У меня все вот в голове здесь. Либо мне должна быть какая-то моральная, политическая, какая-то поддержка со стороны руководства республики. Чтоб я был, как бы, уверен, что я его не в корзину готовлю, этот материал. Понимаете? Он у меня уже готов, если честно говоря. Угу. На какой стадии готов, и теперь надо, чтобы кто-то предложил? Я бы хотел, чтобы автор, как автор, я остался. На что я претендую? Вот все говорят, а в чем ты заинтересован? Да. Во-первых, я государственник. Это первое. Всю жизнь в этой сфере. Во-вторых, я все-таки, у меня даже, ну, никакого звания нет. Хотя я очень много-много писал. Это в администрации президента говорили, когда я был начальником управления по развитию предпринимательства, это 20 лет назад. Они говорят, ты всем приносишь эти наградные, эти документы, то-сё. А почему тебя не награждают? Я говорю, ну, как я-то что, сам себе буду писать, что ли? Ну, и руководство сочтет нужным, посчитает нужным, да. Ну, поэтому я хочу простым языком признание. Все-таки у меня возраст уже такой, что человеку уже много не надо, а человеку нужно признание. Чтобы твои труды, как бы, остались в памяти у людей, чтобы они были полезны, востребованы и в интересах и населения, и государства. Вот это вот единственное, что я хотел бы. А уж как заработать, там, хватает мне пенсии, не хватает, там, у меня другие какие-то есть ещё побочные, там, финансовые возможности. Это уже другое дело. Вот примерно... У нас время подходит к концу. Да, всё я... В общем, в двух словах тогда вот закон, вот, 2002-го, вы сказали, да, года, о разделе товарной продукции, вы... О разделе продукции. О разделе продукции. А, товарной не было слова, да? Не было слова. Теперь вы добавляете товарную или... Тогда по этот закон будет распространяться на все виды природных ресурсов. Я же говорю, и любая добываемая из недр продукции, она имеет цену. Определённую какую-то денежную цену. Ведь инвестор не добывает для себя, он её добывает для продажи. Для продажи. А с этой проданной продукцией он должен делиться вот с теми, с кого я перечислил. Это пять категорий. Да, и это ещё хотел бы добавить. Самое главное. Это абсолютно антикоррупционный механизм. То есть здесь не может быть коррупции как таковой. Конечно, жулики всегда найдут выход в любой ситуации. Но он законодательно здесь позволяет очень сильно сузить поле для коррупции. Понимаете? Когда расписано, кому сколько. И вот эти вот группы, которые сегодня выступают против освоения. А это пять групп, которые я вам рассказывал. Которые поджучивают местное население выступать против освоения любого месторождения. Они не будут выступать. Потому что когда жители... Изначально там учтено. Изначально жители Аэл-Укматы, местное население, они становятся совладельцами любого месторождения, которое начинают добывать на их территории. Совладельцами. Это главное. Ну, грубо говоря, акционерами. Они потому что будут иметь каждый год дивиденды от товарной продукции. От проданной товарной продукции. И они никому не позволят, чтобы это месторождение, которое становится кормильцем этих жителей. Там у меня условия такие. Там жители должны быть старше 18 лет. Проживать в этой местности не менее 5 лет постоянно. А иначе сразу начнется перелив аферы и прочее. Форма 2. Да, и потом инвесторы обязательно будут участвовать в распределении комиссии. Обязательно и участие инвестора, чтобы справедливо распределяли. Обязательно будет и в Акемиате участвовать, когда будут готовить программу социально-экономического развития района, допустим. Ну, он там 1-2% будет получать. А это большие деньги. И тем более, это же не одно будет месторождение. А тогда они заинтересованы будут. Они будут искать, где еще. Где еще у нас что можно добыть? Здесь золото, здесь уран, здесь еще что-то. И так далее. То есть люди становятся сами хозяевами своей земли. И не в рамках революции, а именно в рамках нормального законодательства. Спасибо вам большое. У нас все время подошло к концу. У нас был в гостях Гани Калиевич Абдрасилов. Экс-советник премьер-министра по экономике. И советник государственной службы. Второго класса. Второго класса. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова